Вот когда вы закончили ваше творчество с Арестовичем, я, кстати, в эфире не спрашивала ничего по этому поводу, потому что по старой давней украинской традиции нужно просто не только, наверное, украинской политике подождать пару месяцев, и всё становится просто понятно. Точно так! Точно так! Именно! Вот. Я вот мягко подвожу. Человек очень критикует как раз сейчас фронт и незаложного. Это очень мягко сказать, очень мягко. Да, да. Ну, скажем так, набрасывает, критикует конкретно на Зеленского политическое руководство. Ему там кто-то, видать, задавал вопрос о Залужном, он, наоборот, сказал, это не его ответственность, слушайте прямым текстом, это вот всё равно туда. Пахнуло выборами, спрошу я так. А где оно пахнуло-то? Где оно пахнуло? Что, выборы назначены? Ну, по-другому я не могу интерпретировать вот эту вот подготовку. Он, во-первых, заявляет, что он собирается в президент идти, но, как говорится, это его право, никто ему этого права не лишает, но выборов-то нет. Сегодня нет, а завтра будут. Может, человек что-нибудь знает? А, ну, то есть он создаёт себе антирейтинг, я вот где-то видел последний рейтинг, там, минус 70% у него. Я не знаю, правда, нет, я не лезу в украинскую политику. А вот влияет ли это негативно на настроение людей и на ситуацию на фронте? А вот не знаю, не буду комментировать. Я про Алису очень плохо говорить не буду, потому что, ну, он на своей волне, он действительно амбициозный человек, он этого и не скрывает особенно. Но давайте вот, вы же задали вопрос в контексте информационной войны, да? И даже если за ним нет ангажемента, вопреки тому, что заявляет Данилов, секретарь НБО, я не знаю этого. Но он говорит это, но я же не знаю. Я так не думаю, но, может быть, что-то знаю. Я же не знаю, как бы, это же информация специальная. Но вот такая критика, она влияет на ситуацию, на настроение людей, на взвинченность какую-то, с учетом, ну, вот то, что в Авдеевке происходит, то, что на преступлении складывается так, как складывается, что. Много каких проблем. Ну, я считаю, влияет. Влияет ли позитивно или негативно? Я бы уже сказал, немного второму. Негативно влияет. Но для политика оппозиционного очень, как бы, удобная позиция критиковать власть. И даже в мирное время. Вот это, как бы, постулат. Вы же прекрасно это понимаете. Да, да, но только в мирное время. А не вот в такое. Вот в мирное, да, вообще, вопросов нет. Очень молодец. Только власть надо кусать. Власть, она для того, чтобы ее постоянно кусать. Но война это... Не ссор. Еще такая война. Я неправильно просто интерпретировала. То есть это не подготовка к выборам. Но мне просто кажется, что вот весь этот разворот, это обычно готов. Вот прям организуюсь. Нет, это может и связано с выбором, да. Хотя и выбор. Но по-другому понять? Нет, конечно, он же открыто заявляет, что это для выборов. Нет, почему? Я прочитываю так же. Но другой вопрос. Когда нет выборов, а это все продолжается, то ли хотят, чтобы эти выборы были, то ли кто-то, кто заинтересован во всей этой напряжении, во всем этом, на этом столкновении, на вот этих криках и, значит, спорах, что-то свое получить. И не обязательно, что это кто-то из Украины. И поэтому какие-то вопросы здесь тоже правильно решаются. Я не уверен, что это хорошо. Вот я не считаю, что это хорошо. И если уж мы относим к нашим с ним отношениям и так далее, это же тоже аспект звучал. Звучал. Звучал, да. Я же говорил о том, что я никоим образом в украинской политике не участвую. В выборах, кто, куда. Это вообще какое я право имею, куда-то лезть. Вообще, зачем мне это надо? Украинцы сами разберутся. Не надо никуда к ним лезть. Они там сами. Кого захотят выберут? Кого не захотят выберут? Они это уже делали столько-столько раз. А обсуждать войну, обсуждать Россию, а это пожалуйста. Это я всегда готов. Это моя область занятий. Вот то, что вы сказали, информационная война и все остальное, это пожалуйста. Это ради бога. А вот лезть в украинскую политику и там чего-то такое выяснять, кто хороший, кто плохой, нет. Я этого делать не буду. Не прекратил обсуждаться. Кто понял, тот понял.